Задержанный в Кишиневе, экс-премьер Молдавии Влад Филат, может остаться под стражей больше, чем на трое суток. О том, что обсуждается продление этого срока, журналистам сообщил прокурор Национального антикоррупционного центра Адриан Попенко. По данным ТАСС, офицеры этого центра провели обыски в доме Филата, а также в офисе его либеральной демократической партии. Ищут материалы, которые имеют отношение к выданутым против него обвинениям. Накануне под давлением массовых уличных акций депутаты Молдавского парламента проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с бывшего главы кабинета министров. Генеральная прокуратура считает его причастным к хищению средств из банковской системы. Впрочем, лидеры оппозиции считают, что одного только задержания Филата мало. В нынешнем парламенте ничего не получится. Потому что часть олигархической системы мировой сейчас руководит Республикой Молдова. Мы об этом говорили открыто. И вчерашний шаг, очень важный шаг, но он недостаточный. Мы не будем обращать, либо успокаиваться этой костью, которую нам вчера кинули. Нужно идти дальше, нужно освобождать Молдову, нужно добиваться досрочных парламентских выборов. Потому что странная ситуация получается. В Молдове более 65% населения Республики Молдова считают Россию дружественным государством, а в парламенте и в области Молдовы проводится антироссийская политика. Кстати, после задержания экс-премьера скандалы в Молдове стали разгораться с новой силой. Действующий глава правительства Валерий Стрелец направил запрос к президенту Николаю Тимовцы с требованием отправить в отставку главу антикоррупционного центра. Поводом он назвал то, что индекс коррупции в стране продолжает расти. На это, кстати, обращали внимание участники массовых акций, которые требуют не только суда над Владом Филатом, но и отставку нынешних властей.